Буэнос диас, амигас! Сегодня мы вспомним 1996 год, который известен предвыборным лозунгом Бориса Ельцина «Голосуй или проиграешь». Ельцин сделал ставку на молодёжь, а чтобы эту молодёжь расшевелить, нужны были концерты поп и рок-звёзд, которые помогли бы убедить электорат голосовать за Бориску. Публично поддержали действующую власть такие коллективы, как «Наутилус Помпилиус», «Браво», «Агата Кристи», «Вабанг», «Андрей Макаревич», «Чаев», «Алиса» и прочие шуфутинские. В итоге Ельцин удержал власть и продолжил бухать, восседая на троне. Я сделал всё, что мог. Не поддержали эту движуху Дмитрий Ревякин и Юрий Шевчук, а главный анархист страны Летов открыто поддерживал Зюганова. Правда, Летова и не звали на эти концерты. На Олимпийских играх в Атланте сборная России занимает второе место по золотым медалям. А чемпионом Европы по футболу становится сборная Германии, которая в финале одолела открытие турнира, сборную Чехии. В боксе произошёл апсет года, когда Эвандер Холифилд нокаутировал Майка Тайсона. А в любительском боксе громко заявил о себе Владимир Кличко, выигравший Олимпиаду. Перейдя в профессионалы, Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении 12 лет, что является лучшим показателем за всю историю тяжёлого дивизиона. Мел Гибсон получил Оскар за храброе сердце, Деми Мур отожгла в фильме «Стриптиз». Франсуа Ван Варенберг, известный ещё как некий Жан-Клод Ван Дамм, провалился в прокате со своими поисками приключений. А Роланд Эммерих, наоборот, едва вылез из-под кучи денег, которые свалились на него за фильм «День независимости» с лопоухим пареньком из Филадельфии по имени Уилл Смит в главной роли. Пока группа Рамонес заканчивала своё существование, в Финляндии рождался Найтвиш, Эрик Клэптон получал Грэмми, Бахыт Кампот выпустил альбом «Раздень меня по телефону». Стиристически – поп с чистой воды. Да, рок-н-ролл тоже присутствовал, но эпизодически. Подход оказался странным, но едва альбом вышел в свет, как группу накрыла невиданная доселе популярность. Песни зашли как молодёжи, так и убелённым сединами зажиточным мужам. Алиса подарила миру альбом «Джаз», в основу которого легли песни, написанные Кинчевым ещё до прихода в группу. Стиристически – это такой рок-фьюжн с ненавязчивой философией в текстах. «Джаз» – это сборник случайных вещей, которые записывались без особого азарта, но когда альбом вышел, то я отнёсся к нему по-другому и, можно сказать, полюбил. В 2008 году мнение изменилось, и Кинчев сказал, что не любит «Джаз», потому что это как детская игрушка, дань юности, пройденный этап. Лидер группы отказался от акустических выступлений, поскольку складывалось ощущение, что он врёт публике, желая по-лёгкому заработать денег. «Если бы я сейчас сосредоточился на джазе, то стал бы очень востребован и косил бы капусту на корпоративах». За эти слова хочется выразить респект, как и за продажу своего автографа в 2021 году за 500 рублей. И ещё больший респектос хочется выразить Юрию Шевчуку, который продаёт свой автограф ещё дороже – за 1000 рублей. Понять их можно, люди не молодеют, руки уже не настолько сильны, и бесплатно расписаться и оставить свою закорючку на пластинке чудовищно сложно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Раз речь зашла о Шевчуке, вспомним, что в 1996 году ДДТ выпустила 10-й альбом «Любовь». Работа не самая сильная в истории коллектива, но за главный трек «Любовь» стал хитом 90-х. Клип на эту песню очень долго крутили по телевидению. Сам альбом записывался в Америке, вот только сведение оставляет желать лучшего. На самом деле, альбом «Любовь» мог бы быть лучше, если бы мы имели возможность подождать еще месяц и пересвести его. Что-то бы там доигралось, доделалось. А так он получился опять же, как рисунок к картине к холсту. Правда, рисунок крепкий, хороший. Но нам не хватило каких-то красок, цвета. В этом же году группой ДДТ был организован свой первый фестиваль, прошедший под девизом «Наполним небо добротой». Помимо матерых исполнителей, организаторы представляли публике малоизвестные коллективы. Такие как «Пилот», «Сплин» и «Король и Шут». Некоторые индивидуумы думают, что «Король и Шут» сразу порвал Россию на британский флаг, едва горшок взял гитару в руки. С сожалению, ломаю ваш мир. Пик популярности группы пришелся на начало нулевых. Это времена выпуска альбомов, как в «Старой сказке» и «Жаль, нет ружья». А вот в 96-м году вышел первый официальный, ну или номерной, называйте как хотите, альбом кишей камнем по голове. Со временем эта работа снискала огромную популярность у критиков, простых слушателей и говнорей всех мастей и национальностей. На песне «Смельчак и ветер», «Садовник», «Дурак и молния», «Облуждают тени» и «Внезапная голова» были сняты крайне неудачные клипы. До серьезной видеоработы типа «Ели мясо мужики» еще было далековато. В 96-м году группа «Браво» объявила имя нового вокалиста группы. Им оказался Роберт Ленц, который остается вокалистом до сих пор. Именно с Робертом группа выдала лучший рок-альбом 96-го года на перекрестках весны, где присутствуют незабываемые хиты «Этот город, ветер знает» и «Это за окном рассвет», а также не менее сильные песни «Останься еще на час», «Дождь и ладонь», «До свидания» и так далее. Было снято аж пять клипов на песни с этой пластинки, которые долго крутились по телевидению. Здравствуйте, Евгений. Сплин после неплохого успеха «Пыльной были» выпустил коллекционера оружия, который содержал как новый материал, так и материал с предыдущего альбома, который был переработан. Был снят клип на песню «Будь моей тенью» и Васильев, взяв кассеты с записями и эту видеоработу, поехал в Москву покорять Останкина. Поездка оказалась успешной, через несколько дней клип уже крутили на ОРТ. Многими критиками и слушателями альбом признается лучшим в истории группы. Например, на портале «Не по псару» альбом занял десятое место в рейтинге лучших альбомов русского рока. Я думаю, что поэзия – это вершина развития человеческой речи, ибо человек, если вдруг человек ни с того ни с сего начинает говорить в каком-то определенном размере, и слова еще рифмуются между собой в определенных строчках, то, значит, это не только вершина человеческой мысли, это вершина и творческой мысли. Это когда твои знания и твоя фантазия соединяются воедино и получается произведение. Так что здравствует поэзия. В этот год как раз набирала обороты новая альтернативная волна. Текила Джаз, Кирпичи, AFK, Мэтт Догг, Сдопши Сдуб, Химера и другие участники движения «Учитесь плавать». Как раз Кирпичи и отметились очень крепким дебютником «Кирпичи тяжелы». Стилистически это фанк с некоторой примесью хардкора. Рэп-рок был явно непривычен для многих российских слушателей. Открою секрет, тенденция непринятия такого стиля жива до сих пор. Но нужно было переворачивать игру, и Кирпичи стали одними из первых, кто начал играть по-своему, отойдя от привычных канонов рок-музыки того времени. Скажите, а как вы относитесь вообще к современной музыке? В каком плане? Вы считаете свою музыку современной? Да, несомненно, мы считаем свою музыку современной. То есть вы не думаете, что, входя в третий тысячелетий, эта музыка еще долго будет стать? Да, ну у нас вообще сейчас пошла волна такой музыки, мне кажется, станет очень популярной. Тем более, что мы постоянно меняемся, то есть мы не зацикливаемся на одном стиле каком-то, а постоянно занимаемся какими-то гнусными замутами, типа рэп играем, всякие там... Исполняем. Очень, очень много мы, очень много изучаем современную поп-музыку западную, поп-рок-музыку. И даже мы слышим и видим много такой музыки, которую многие не слышат, не видят и не знают. Вот так вот. Другие альтернативщики из группы Химера записали свой второй и заключительный альбом «Зу-2». Официально он выйдет в феврале 97-го. Почему он стал последней студийной записью коллектива? Через некоторое время после выпуска пластинки Эдуард Старков повесился на чердаке дома, где находилась репетиционная база группы. Самое страшное в этой истории – его тело было обнаружено спустя две недели после трагедии. В пластинку вошло 13 песен. Одна из них – это 20-секундный трек без инструментального сопровождения, партию вокала, в котором исполняет жена Эдуарда – Тося. Альбом переполняли бешеные ритмы, мощные ударные, плотные и ревущие гитары, а также хриплый, срывающийся голос Старкова, в котором сквозит сумасшествие. Это и была та самая альтернатива, которая чуть позже прорвет устоявшуюся пленку, покрывшую болото с названием «Русский рок». Появилось что-то новое, что-то, что до сих пор не могут принять многие. А другие многие только этим и живут. А как называется стиль, который вы исполняете сам? Знаете, я могу любой стиль назвать, любой стиль могу придумать, любое слово можно добавить. Ну просто мы играем как хотим и как можем, поэтому стиль здесь, как магический, как хотим. Как хочешь, как можешь и все. А так, если уже по молодежному говорить, то заебит кор. Аня, а ради чего ты играешь? Есть какая-то цель? Что ты хочешь, дольница? Тем, что ты ее мыслешь музыку в массу. Именно, да вообще-то я добиваться-то ничего не хочу, на самом деле. Все, чего я хотел добиться, я уже добился, понимаете. В этом же году Веня Дыркин записывает на студии «Остров» магнита-альбом «Крышкин дом». Фильм об этом замечательном музыканте-сказочнике есть у меня на канале. Советую ознакомиться. Если не сказать в выпуске о группе «Сектор газа», то у многих начинает гореть зад от такой вопиющей несправедливости. Неважно, выпускала группа что-то или нет, говори о секторухе. На счастье обиженных, начиная с 96-го года, Клинских начал менять стиль группы. Реформы коснулись текстов, которые становятся более серьезными, лиричными и даже пытаются быть философскими, что не очень получилось, кстати говоря. Обсценная лексика почти пропала. Это я про матерные слова, если что. И каждый пень стал как капкан. Довольно-таки неплохо, это Люба говорит. Эксперимент привел к альбому «Газовая атака», который стал первым коммерчески успешным альбомом за всю историю группы. И на сектор газа обрушилась вторая волна популярности. Многие песни становятся хитами. Например, «30 лет», «Лайв», «Твой звонок», «Туман», а клип на «Каждый пень нам как капкан» попадает в телевизор. К сожалению, одного альбома не хватило, чтобы большинство людей перестало ассоциировать сектор с похабщиной. Но это же быдло не услышало, что Хой перестал материться. Ведь те, кто тащился и тащится до сих пор от матерных песен Юрия, быдлом не являются. Не так ли? Насколько я знаю, нас слушают все и политиканы, и зэки, и интеллигенты, и директора, и профессора. Потому что каждая песня, она практически на всех получается разносторонняя. Тут есть, например, любой диск «Взял вину на себя» — это уже больше на блатной акцент. Или, например, «Теща» — это рассчитан на русского такого человека. Или «Мумия» — это на какого-то философа. То есть каждый диск по-своему интересен. Ну что ж, ролик можно выключать, так как про «Король и Шут» и «Сектор Газа» я уже рассказал, а другие группы большинству неинтересны. Поэтому буду сам себе рассказывать рассказы. Так вот, Агата Кристи выпустила крайне депрессивный альбом «Ураган», который был не настолько коммерчески успешным, как предыдущие, зато снискал популярность и всеобщее одобрение у коллег-музыкантов. Кстати, это мой любимый альбом у Агаты. Это такое смешение готики и психодела, к которому группа пришла из-за зависимости от тяжелых наркотиков. Все тексты и почти всю музыку к альбому написал Глеб Самойлов. Исключением стали песни «Грязь» и «Моряк», музыку, которым написал Александр Козлов. Вадим Самойлов никаким написанием на альбоме не отметился, кроме аранжировок, ну и звукорежиссером поработал. На песню «Два корабля» был снят клип, хотя Глеб хотел видео на трек «Ураган», так как эта песня являлась для него очень личной, но не сложилась. А вот клип на песню «Моряк» был запрещен к показу на ОРТ с формулировкой «Негативно влияющий на психику зрителя, не соответствующий имиджу общенационального канала». Где-то сценарист Рината Литвинова свернула не туда, хотя по прошествии времени и песни, и клип стали хитами. А женщина оказывает ли они на ваше творчество? Ты что, забыла? Ты что, все не помнишь, что ли? На туре. Эта девчонка делает вид, что она ничего не знает о нас вообще. Вадима, какую черту вашего характера вы бы не пожелали никому? Не пожелали никому? Распусто. Распусто? А вы пытались... Вопиющие. Не пытались себя переделать, и чем это закончилось? Не надо. Покажите мне человека, который себя пытается переделать. Который не говорит, что пытается, а пытается переделать. И ваши ближайшие планы на будущее? Это не честно. И ваши ближайшие планы на будущее? Наши ближайшие? Сейчас на самолет успеть. Спасибо. Здорово. Не уходи. Не уходи. Погубь со мной. На самолет опаздывайте. Пока Наутилус Помпириус распадался и записывал свой последний альбом «Ябло Китай», для всезнаек, которые захотят меня поправить, я знаю, что будет еще Атлантида, куда попали неизданные песни, но выйдет он уже после распада группы. Так вот, пока Наутилус Помпириус распадался и записывал свой последний альбом «Ябло Китай», «Аквариум» выпустил 12-й альбом «Снежный лев». А может и не 12-й, там в этой дискографии БГ можно поломать ноги об руки, а голову об глаза. Какие-то естественные альбомы, сборники, лайвы, сольники, компиляции, бутлеги, микстейпы и прочие перезаписи, перезаписанных перезаписей. Короче, БГ держит марку, ни один выпуск без него. Выпускает и будет выпускать выпускные выпуски выпусков. Это последний альбом, который записывался в Англии. По стилю, близок к предыдущим фолк-арт-роковым, навигатору и костроме. В альбоме звучит много экзотических инструментов, типа всяких разных ситар, волынок ирландских, кельтских арф и так далее. Хороший альбом, мощный. Древнерусская тоска, Дубровский, Великая железнодорожная симфония постоянно звучат на концертах Бориса Борисовича. Мне кажется, что русский человек может быть по-настоящему русским, когда он избавляется от постоянного досмотра со стороны вышестоящих организаций. Когда едешь на Запад и общаешься с нормальными и интересными и достойными людьми, итогом этого служит только одно. Понимаешь, что ты такой же, как они и кланяться не перед кем. Это то, что «Аквариум» хотел бы донести до всех людей, которые живут в России. Егор Летов еще в 95-м году записал два альбома «Невыносимая лёгкость бытия» и «Солнцеворот», но официально выпустил их только в мае 97-го, поэтому пройдемся по металлу. «Чёрный кофе» выпускает альбом «Пьяная луна», если вынести за скобки сборник «Леди осень», который вышел также в 96-м году. Запись велась в Америке, так как именно там жил в тот момент Дмитрий Варшавский. В записи этого альбома приняло участие большое количество музыкантов, как местных, так и российских, таких как Валерий Гаина, известный по группе Круиз. В песне «Белая ночь» именно он играл финальное соло. Альбом хорош, есть и боевички, и баллады, и вкусные соло, и аранжирован мощно. А вот следующего альбома пришлось ждать целых 8 лет. Если близкие знать смогли Если близкие знать Могли Ария выпустила дебютный концертный альбом «Сделано в России». В альбоме аж 20 треков, которые были записаны в ходе тура, посвященного выходу альбома «Ночь, короче, дня». С названием не заморачивались, скалькировав Deep Purple-ский Made in Japan. Ну и правильно, зачем что-то придумывать, что уже придумано? В альбоме нет ни одной песни с пластинки «С кем ты», ведь всю музыку для него написали Большаков и Грановский, которые уже не числились в Арии много лет и колесили по стране в составе мастера. Альбом мгновенно стал лидером хит-продаж и продавался лучше всех, что не могло не радовать арийцев. Следующий концертник в поисках новой жертвы выйдет только в 2003-м. Группа «Пикник» решила освоить жанр «Новая волна» и разродилась альбомом «Жень-шень». Кстати, «Новая волна» — «Нью-Вейв», ну, в общем, вы меня поняли, да? Он оказался явно популярнее предыдущей работы «Вампирские песни». Возможно, на это звучание повлияли перемены в составе. Группу покинули Евсеев и Ключанцев, а бас-гитаристом стал Александр Рокин. Парадоксально, но песни из этого альбома не исполняются группой на концертах. Как-то они не прижились. Лишь однажды, в 2006 году, в московском Центральном доме художника, альбом «Жень-шень» игрался целиком. Ни до, ни после такого не было. Вот так «Жень-шень» стал исключительно студийным альбомом, и его можно только слушать, не более. Чижа компания выпустили аж два альбома — «Эрогенная зона» и «Полонез». «Зону» довольно сложно назвать полноценным альбомом, хотя песни на нём исключительно сильные. Это скорее материал, который Чигроков не хотел упускать. Что-то не вошло в предыдущие альбомы, были запоминающиеся концертные номера, плюс каверы на песни Высоцкого и Захарамая. И, так сказать, народная песня «Фантом». Чтоб не пропадало зря, выпустили альбом, а вот «Полонез» чуть менее, чем полностью написал сам Чигроков. И слова, и музыку. За главной песней одна из лучших была «Лад Чижа». Появилась она благодаря дочери Сергея Чигрокова, Дарьи. Ольга Чигрокова, вторая жена Чижа, рассказала. «Катаю я Дарью на качелях». А она вдруг спрашивает. «Мама, а что там под снегом?» Я отвечаю. «Земля». И тут Дарья говорит. «Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту». Я запомнила, а когда вернулась в Питер, рассказала Сергею. Он удивился, задумался и на следующий день выдал песню. По словам Сергея Чигрокова, он писал «Полонез» с переполнявшим его чувством гордости за дочь. Первая строчка слова Дарьи. «Давай разроем снег и найдем хоть одну мечту». А есть что-то такое в жизни, что ты очень любишь, но приходится себя в этом ограничивать? Пиво. Приходится. Ну почему? Потому что работа, потому что концерты, потому что семья и так далее. Потому что от пива я начинаю толстеть так, что просто ужас какой-то. Но ты себя поддерживаешь в физической форме? Конечно. Какие способы? Не пью пиво, бросаю и все. Гарик Сукачев выпустил свой великий сольник «Песни с окраины». Чтоб мы услышали все эти 10 тысяч километров. Это был «Ангел», «Томбеланежа», извините, «За окошком месяц май» и так далее. Этот альбом искренний поклон первым послевоенным годам. Здесь нет привычного рок-н-ролла, здесь только душа обычного человека, живущего во времена Сталина, сидящего с аккордеоном на общей кухне в холодной коммуналке. Таким был 96-й год, очень непростой год для рок-н-ролла и страны в целом. Не забываем ставить лайки после просмотра видео, вот прямо сейчас. Это улучшает потенцию и настроение, а также ускоряет выход новых роликов с истории русского рока. До новых синяков!